Это, как говорится, первая игра. Все было такое, наверное, небольшое напряжение. Что касается первого тайма, то где-то допустили ошибки невынужденные, которые могли привести к взятию ворот. Но с другой стороны, тоже создали моменты. То есть футбол такой, знаете, как говорится, был моментами хороший и плохой, наверное, в нашем исполнении. В перерыве сделали небольшие корректировки, ребят попросили, наверное, больше проявлять инициативу, то есть быстрее нагнетать, а не нагнетать, а больше прессинговать, наверное, соперника. В принципе, вышли, сделали, создали моменты, там в штангу попали, еще момент был. И потом забили гол, Ваня забил гол. После гола, опять же, ребята просили, чтобы мы не закрылись, а пытались играть заменами. Тоже хотел усилить игру, чтобы, опять же, не сесть назад и не играть чисто в обороне. В принципе, наверное, все равно психология немножко сыграла, что все-таки, особенно концовку, то, что касается, что могли пропустить. Но, как говорится, выиграли, чему благодарены, ребят. С доктором разговаривали. Доктор сказал, что Кисляк, скорее всего, приступит к тренировкам. Опять же, еще, наверное, не в общей группе, наверное, со следующей недели. Если как раз будет пауза, может быть, через недельку он уже сможет тренироваться. Но, опять же, вы сами понимаете, что тренироваться это одно, он пропустил по травме. Когда уже будет выйти на поле, ну, тяжело сказать. Будем наблюдать, как будет проходить восстановление. Что касается Миши, ну, ведь, опять же, средняя зона получил неприятную травму, надрыв плечевого сустава. Ну, по прогнозам, еще, наверное, недельки 3-4, может быть, будет отсутствовать именно, чтобы хотя бы начать там в общей группе. Ну, а что можно рассчитывать? Динамо Минск. Это всегда в Динамо Минск задача добиваться самых больших результатов. Старт сезона у нас был в кубке, которую мы задачу не выполнили, проиграв Гомеля из двух игр. Наверное, старт немножко не удался. Что касается, если это первая игра, вы же сами понимаете, я вам рассказал, что это первая игра. И, наверное, никто не хотел проигрывать, было тяжело. То есть, ребята психологически тоже были, как бы, в таком плане, что хотели показать себя и реабилитировать после Гомеля. То есть, если произошел положительный результат, то, значит, мы сработали. Что касается того, что вы говорите, над чем еще работать, ну, всегда есть над чем работать. То есть, у нас влились новые ребята, они должны узнать наши принципы. Плюс ребята, которые травмированы, то есть, есть как бы физические качества, надо было подтянуть в некоторых моментах, в некоторых ребят. Ну, и плюс время надо. Я уже говорил, что если брать прошлый состав, прошлого года, он у нас поменялся на 60%. И становление команды так просто не происходит. То есть, есть травмы, есть новые люди, которые приходят в команду. Надо, как говорится, им рассказать, объяснить, чего мы хотим видеть на футбольном поле. Вакулич. Вакулич потренировался с командой. Он пришел еще перед прошлой игрой к нам. Мы его взяли специально с собой в Гомель, ну, чтобы он уже привыкал по команде. То есть, чувствовал команду. Получилось, ну, чуть больше, наверное, недели. Он у нас уже в команде. Ну, как вам сказать, почему был выбор? Мы за ребятами смотрим. Мауринь тоже очень хороший футболист. Что касается, почему он не играл, ну, мы как тренерским штабом пришли к такой выводу, потому что посмотрели, как была неделя, кто был, в каком состоянии, и как бы решили, что, наверное, надо доверить на данный момент Лёше. Может быть, только в психологическом плане где-то, наверное, ребята понимали, что не пройдя в следующую стадию, где-то было, ну, такое разочарование, наверное, вот в этом плане было видно. В принципе, так не повлияло, потому что мы планировали уже, мы знали даты, когда мы играем первый тур. Такого-такого, чтобы что-то повлияло, наверное, такого нет. То есть, уже то, что запланировали, всё это сделали. Да, скорее всего, если подтвердят, то, скорее всего, сыграем спарринг. То есть, мы уже предложили команде, то есть, если мы договоримся с ними, то сыграем на следующий выходной спарринг. Обязательно надо играть, у нас есть ребята и травмированные, которые надо посмотреть, плюс ребята, но опять же, вы не забывайте, у нас сейчас сборная, у нас 8 человек на данный момент, опять же, уедет. С одной стороны, это очень хорошо, что ребята едут в сборную, но опять же, за это время можно было наиграть опять какие-то связи, взаимодействия, но будем работать над ребятами, которые останутся с ними тоже.